Так, вы читали работу Маркса по экономике или политике? Назрел один вопрос после ваших видео участвования классового сознания и классовой борьбы. Как можно человеку, родившемуся в мире, где доминирует буржуазное классовое сознание, иметь отличное от большинства сознание, каким образом возможно, так сказать, перевоспитание людей? То есть можно ли, например, в современной России, где потребительство и жажда комфорта денег стать в главе угла, начать строить социалистическое общество с естественным перевоспитанием населения под определенное классовое сознание? Ведь начнем мы строить заводы, никто не пойдет работать за станками, это же для бытов, да и денег там меньше, а статусе общества я уже вообще молчу. Наталья, вы очень плохо относитесь к людям, поэтому носителем коммунистического классового сознания вы станете вряд ли. Если люди такие, как вы описываете, ну да, тогда пускай не возьмите, вообще-то нужно какое-то робота-бендера, да, убить всех человеков. Да, 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 моя любимая фраза. Всегда было большое количество людей, которые воспринимали вот как раз-таки общество угнетения эксплуатации, как несправедливое. Более того, эти люди бывали во всех слоях общества, и они сражались, иногда даже гибли за то, чтобы это общество изменить. Это были целые герцоги типа Лафайета, капиталисты типа Энгельса, дворяне типа Дзержинского. То есть самые разные люди, и простые люди тоже, которые сражались, которые умирали за то, чтобы сделать общество более справедливым. А вы спрашиваете, как это вообще возможно? Ну вот как это было раньше, так это же возможно и сейчас. Но если, конечно, все люди жадные сволочи, ну тогда да, тогда это невозможно. Тогда это и незачем.